Приветствую, друзья! Пожалуйста, не забудьте, а кто не в курсе, будьте информированы, что в понедельник в 20 часов у нас намечено совместное в эфире выступление с уважаемым профессором, доктором наук Острецовым Игорем Николаевичем, которого знают в стране и который сделал очень многое, но кто смотрит за его творчеством, понимают, о чём я говорю. Это связано с энергетикой, которая волнует не только нашу страну, но и мир. И вместе с нами будет Алан Мамиев. Ну, я в прошлый раз сказал Алан Мамиев, но мне поправили участники нашей школы «Чай будущего», там она писала «Ставьте ударение на Мамиев». Я думаю, Алан мой друг, он ни в коем случае не обидится, что я, ну, бывает такое, почему я пользуюсь случаем, приношу извинения, если я неправильно фамилию сказал. Но я хочу сказать, что попросил нашего Фёдора Макарова, учёным нашему, известным, Черниговской, которую часто вижу по интернету, Анохина Константина Академика, внука Анохина, который создал теорию функциональных систем о том, что мозг способен генерировать функциональные системы в ответ на возникающие задачи. Ну, мне хочется спросить, а почему тогда стрессы у человека бывают? Но дело в том, что я хочу, чтобы мы все вместе сейчас возьмёмся за руки, друзья, как там в песне поётся. Короче говоря, пора. Пора, потому что я вижу их в интернете, значит, они не секретные какие-то, способны говорить, философствовать. Вот я с удовольствием смотрел, как Константин Анохин говорил с лошаком на общественном телевидении. Обоим привет, пожелания здоровья. Так что все должны быть здоровы и любить друг друга, как было сказано. Друзья, попросил Фёдора Макарова, и я надеюсь, что участники нашей школы «Человек будущего» «Homo Futurus» меня поддержат. Фёдор Макаров у нас, как вы знаете, руководит нашей пресс-службой. Потому что он сейчас напишет письмо с предложением, чтобы мы тоже сделали, как с профессором Астрецовым, встречу. Потому что на самом деле давно пора. Ведь они выступают. Я выступаю. Я тоже занимаюсь психофизиологией. И они занимаются психофизиологией устройства мозга. Так я ещё к тому же практик большой. 50 лет вывожу людей из острого стресса, не просто из стресса. И помогаем раскрыть творческие способности и качества. И наша школа, и все мы помогаем это делать всему человечеству. Потому что мы вносим свой вклад для сокращения кризиса войн на планете. То есть для сохранения разума на Земле. Ну, конечно, они должны поучаствовать. Я так даже думаю, что должны. Даже не сомневаюсь, иначе было бы странно. Ну, что, друзья. Попросим Фёдора. Пускай напишет предложение от школы Человек Больщик, Хомофатурс. Я думаю, вы не возражаете. Потому что вы участники нашей школы. А тут очень много лет есть участники, которые из разных стран мира. И все мы хотим, чтобы сократить потребность в лекарствах. Сократить кризисы и войны. Еще расскажу. Возьмемся за руки, друзья, как песни поются. Что-то еще, чтобы землю от пожара уберечь, да? Как-то там поется. Ну, напишите мне, как поется. Напомните мне старому. Ну, так. А как у меня теперь? Берегиня. Ну, я думаю, кое-что я слишком уж подчеркнул. Надо все-таки ребеночка. Как мне там вы посоветовали в формате коллективный разум светящимся сделать. А вот эти вот полосочки, наверное, уменьшить. Ну, напишите, что вы считаете по этому поводу. Потому что большинство шедевров, которые мы сделали, это сделано совместно с вами. Я горжусь нашей школой и нашими участниками. Итак, до встречи, друзья.